видите сколько токсин все-таки прослось разбираться теперь так читаем доброго времени суток я очень любила это я по просьбе перенес сюда письмо живу в сибири под барнаулом дом у нас низине на бывшем болоте крутого до близко сыра всегда холоднее градуса на 3 сколько денег сил нервных буханов участок рядом лес от выше ничего не спасает процент выживших посадок 30 все пустую дима надоела 9 месяцев году месяц 27 хочу постепенно перебраться на юг ориентироваться ростов-на-дону ну что такое сибири уже видели только что у меня вот не болото но слава богу рядом не замерзающий не сей а вот это мы так я не грустя что у нее нам еще хуже чем у меня почему потому что попробуйте посадить абрикосы для крутой воды близко то есть еще хуже чем у меня но не краснодар так вот прочитал ваши книги вы много с кем общаетесь с садоводов по россии в одной из ваших книг говорит про следующий хотите сад найдите нормальное место да я друзья всегда говорю ищите дом вы цену дома знаете вы все прикидываете все только потом до вас доходишь и здесь ничего расти не может вот как у нее подскажите кого-нибудь садоводов ростова не хочу попасть то раз в одну воронку хочется проконсультировать со старшими садоводами где климат мягче я вода лучше по качеству по опыту где садик вырастить думаю все трех лет переберусь в общем я перед рисовываю вам друзья помните письмо из ростовской области на целом на целом районе ни одного абрикоса но у меня подозрение не потому что я там расти не могу меня подозрение на ростов то господи там по моим меркам там ближе к африке чем ко мне так вот наверное там есть причины которых я не раз говорил неумение что если целом районе нет ни одного абрикоса человек найти не мог поэтому дальше я продолжать не могу это будет пустосводство вот откликнется может быть вам вот видите кто-то видите адрес сохранил вот он может через меня посмотрим вот а вот это то чего не может быть никогда сергей отдал говорит может успеешь продать привал привал и сломался вся не буду дальше привать потому что она не купят вот я дал мне догадайтесь что это это черенки персика хасанский самый морозостойкий в мире вот ну сегодня еще десяток я поэтому помощница моя все таки по ну как подалась мы все упаковала посылки вот цену снизил до 100 рублей рублей за это чудо 3-4 прививки нет ну две-три можно делать вот но я боюсь что знаете почему я пессимист недели раньше я показал фотографию с черенками сверх самых северных мире черешин от боднера два сорта вот такая же картинка сказал берите последний до сих пор лежат так